Всем привет! Продолжаем развивать познавательную рубрику. Не так давно на канале выходило видео о топ-5 фактах о Xiaomi, о которых вы могли не знать. Вы достаточно много лайков туда наставили, поэтому мы решили продолжать и сделали точно такое же видео, только о Meizu. Поехали! tomtop.com – это действительно годный китайский интернет-магазин. Работает более 12 лет. Имеет золотой статус в системе Alibaba. Специализируется на смартфонах, гаджетах и фотоаксессуарах. Есть огромный выбор прочих товаров. Низкие цены, быстрая доставка, простая оплата и гарантия возврата денег. Ссылка в описании. Компания была основана на юге Китая в далеком 1998 году. Ее создатель Хуан Чжан также известен как Джек Вонг, был человеком глубоко увлеченным технологиями. Его привлекали новые гаджеты, компьютеры. Но основной слабостью Джека была любовь к качественному звуку. Вонг создал компанию Meizu с прицелом на то, чтобы воплощать в жизнь свои идеи и задумки. Название компании соответствует ее гиковскому духу. Мэй означает «человек в тренде», а Зу можно перевести как «группа людей». В дословном переводе Meizu значит «люди в тренде». Meizu не всегда производила смартфоны. Несмотря на то, что мы все с вами знаем компанию Meizu как одного из крупнейших производителей смартфонов, начинали они свой путь с производства MP3-плееров. Первый девайс компании вышел на рынок в 2003 году. Кстати, информации о том, чем занималась Meizu с момента основания до этого времени, мне найти так и не удалось. Первый же продукт имел большой успех на рынке. Плеер Meizu MX был полной копией Kavon iAudio CV300, но при этом стоил заметно дешевле оригинала, поэтому прекрасно продавался. Естественно, компания Kavon не могла смириться с таким положением дел и в судебном порядке вынудила Meizu снять с производства свой плеер. Но благодаря хайпу вокруг всей этой ситуации Meizu смогла привлечь к себе внимание. В 2003 году на волне черного пиара выпустила свой новый плеер Meizu ME. На этот раз девайс был полностью разработан самой компанией. С тех пор дела у Meizu пошли в гору. Каждая новая модель продавалась все лучше и лучше. Но буквально через несколько лет эра MP3-плееров закончилась. Когда Meizu начала делать смартфоны? Товарищ Джек Вонг понимал, что производство MP3-плееров это далеко не выгодный бизнес, тем более что времена меняются и нужно подстраиваться под рынок. Поэтому в 2009 году было внесено предложение развернуть все свои производственные мощности на производство смартфонов. Выходя на смартфонный рынок в 2009 году Meizu по традиции скопировала уже успешный продукт. Первый телефон Meizu M8 был внешне очень похож на iPhone, за что и получил невероятную популярность в Китае и кучу проблем за его пределами. Так, например, за нарушение патентов стенд компании на выставке Sebit был арестован полицией. Компания Apple потребовала прекратить производство M8, но к тому моменту Meizu уже успела продать 50 миллионов девайсов. M8 работал под управлением сильно модифицированной Windows CE. Эта разработка компании называлась OS My Mobile. Она выглядела симпатичнее мобильной винды и была гораздо лучше адаптирована под управление пальцами. Ровно через год Meizu выпускает уже первый Android-смартфон. M9 был настоящим флагманом того времени. Он обладал гигагерцовым процессором от Samsung. Кстати, такой же процессор стоял и в Galaxy S первого поколения. Кроме этого, в смартфоне было полгига оперативной памяти и по тем временам невероятно крутой дисплей от Sharp с разрешением 960 на 640. Но вопреки всем стараниям инженеров Meizu, которые пытались создать самобытный дизайн, M9 все еще был чертовски похож на iPhone. Следующая знаковая модель в истории компании вышла на рынок в 2012 году. Meizu MX стал родоначальником линейки флагманов, которая и по сей день является локомотивом компании. MX все еще был достаточно сильно похож на яблочный смартфон. Благодаря этому Meizu снискала дурную славу. У многих компания ассоциировалась как производитель яблочных клонов. Но такое положение дел вскоре изменилось. Apple копирует дизайн Meizu. Я до сих пор вспоминаю этот случай с улыбкой, потому что в начале года просочившиеся фотографии некоего смартфона наделали очень много шума в яблочной тусовке. Но как позже оказалось, это всего лишь был прототип Meizu Pro 6. Хотя и фанаты, и журналисты были полностью уверены, что это будет новенький iPhone. В итоге Meizu представила свой аппарат в мае 2016 года и расставила все точки над «и». А еще через полгода Apple показала свой iPhone с почти таким же дизайном задней крышки. Кто у кого крадет идею, понять трудно. Не исключено, что китайцы заранее пронюхали о планах Apple и специально подсуетились, чтобы выпустить свое устройство пораньше. Но факт остается фактом. Первыми выпустили смартфоны с таким внешним видом — Meizu. На самом деле, компания давно старается выбрать свой неповторимый стиль. Поначалу отличия крылись в мелочах, в каких-то едва заметных фишечках, и со временем они все переходили из модели в модель. Таким образом, фишечки постепенно копились и тем самым формировали неповторимый облик устройства. Например, первый девайс M8, хоть и был почти точной копией iPhone, все же обладал своими мелкими особенностями, которые делали его непохожим на девайсы конкурентов. Он обладал оболочкой, которая была в разы удобнее и красивее винды. Кроме этого, динамики смартфона расположились на торцах, что тоже придавало устройству некую изюминку. Meizu MX был первым устройством с неповторимой Flyme OS, которое до сих пор является визитной карточкой всех смартфонов Meizu. MX2 стал первым устройством компании, который получил отдельный аудиотип и необычное соотношение сторон экрана. По тем временам девайс обладал просто огромным дисплеем – 5,1 дюйм. Благодаря очень тонким рамкам и крупному дисплею устройство вызвало восторженные отзывы всех, кто его видел. Да и фирменная многофункциональная кнопка в виде кружочка тоже впервые появилась в MX2. В последующих смартфонах стиль Meizu становился все более ярко выраженным и самобытным. В итоге сегодня трудно спутать смартфон Meizu с каким-нибудь девайсом от Xiaomi или Samsung. Делает ли Meizu лучшие музыкальные смартфоны? Вообще тема звука достаточно холиварна. Нельзя просто взять и однозначно сказать, какой смартфон звучит лучше или хуже. Это как рассуждать о искусстве или спорить о вкусе того или иного блюда. Мы все с вами разные люди и у каждого разные вкусы. Но я все же не мог обойти эту тему стороной. Благодаря тому, что Meizu выросла из компании, производящей MP3-плееры, а SEO помешан на хорошем звуке, в интернете сформировалось мнение, которое не совсем совпадает с реальностью. Да, во многих моделях стоят кастомные аудиочипы. Да, компания постоянно заявляет о том, что их смартфоны воспроизводят музыку лучше других устройств. Но на практике, послушав ни один смартфон Meizu, я могу заявить, что звучат они немного лучше среднего. И на это есть объективные причины. На самом деле, чтобы получить от смартфона крутой звук, недостаточно просто воткнуть в него навороченный аудиочип. Немалую роль в процессе воспроизведения музыки берет на себя операционная система. А точнее то, на каком уровне драйвера позволяют вам, как разработчику, раскрывать потенциал вашего навороченного аудиочипа. Дело в том, что Android встроен так, что не позволяет получить к чипу прямой доступ и выжать из него весь максимум. Поэтому все современные смартфоны звучат плюс-минус одинаково. И такая ситуация наблюдается вплоть до версии Android 6.0. Только в Marshmallow производители получили возможность юзать аудиочип напрямую. А на этом у меня все. Если вы сами знаете какие-то интересные факты о компании Meizu, то обязательно напишите их в комментарии под этим видео. Мне самому интересно будет их почитать. Вступите в группу ВКонтакте и пользуйтесь кэшбэк-сервисом Letyshops.ru, который позволит вам больше экономить на ваших онлайн-покупках. Всем спасибо за внимание, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!